приветик мои дорогие с вами ала сегодня я решила с вами пройтись по парку на краю одессы кто знает одессу это район 411 батарея парк мемориал такой знаете как парк музей под открытым небом там не сильно много прямо каких-то моментов которые можно было бы и исторических посмотреть и я просто решил с вами пройтись и опять таки знаете как скоро совсем совсем похолодает будет совсем совсем зима и последние такие теплые деньки хочется ухватить погулять тем более у меня через два дня операция на ноги и я стараюсь до того как я еще принудительно получится у меня так запланированная себя закобыляю сидеть и дома около месяца со своими ногами после операции поэтому я вырываю такие моменты и и и спасибо огромное что вселенная мне как-то чуть-чуть дает возможность до этой операции я имею ввиду погода прямо дает мне возможность погулять и ощутить еще вот эту куст знаете такую свободу когда тебе не надо никуда не на работу не на учебу никаких у тебя нет классов никуда ты не спешишь и как раз таки вот это время которое я здесь провожу это самое классное время которое у меня было за последние четыре года потому что я не могла эти ощущения никак никак ощутить в америке во-первых чужая земля здесь немножечко по-другому здесь ты понимаешь вот эту энергетику родины и ну абсолютно другое состояние абсолютно я скажу что даже если бы я если бы я бы сказала так если бы я здесь жила у меня бы ощущения не были бы такие как я получаю приехав с другой страны где я уже живу где у меня уже какие-то планы да где я планирую там учиться и будущее какое бы там она ну и планирую будущее поэтому я сюда приезжаю что я сюда приезжаю отдыхать я сюда приезжаю честно скажу отдыхать от америки а вы знаете я хотела бы сегодня с вами такую тему обсудить или поднять или немножко поболтать с вами просто вспоминать хочу детство тогда когда я была в пионерском лагере кто из вас был пионерском лагере кто имеет такой опыт у меня есть такой опыт и я скажу что одна из причин почему я сейчас здесь именно в этом районе в этом парке потому что где-то где-то здесь недалеко я была где-то музей лагерь должен был бы быть но вы знаете пока я ехал на маршрутке я уже не раз видео говорила что я сейчас предпочитаю общественный транспорт потому что я настолько уже накаталась на машине по америке в трафике и на этих хайвеях что я сейчас получаю огромное при огромное удовольствие это просто вот так вот ходить гулять и наслаждаться вот этой тишиной природы и честно вот это ощущение такого релакса когда тебя ничего не заботит вообще ничего вообще ничего я ни о чем сейчас не думаю что мне надо выспаться что мне завтра надо рано вставать что мне вообще что-то надо мне ничего не надо здесь абсолютно и ну как на надо естественно после завтра идти на эти на операцию но это совершенно другие вещи и поэтому я ловлю сегодняшний момент я уже не раз своих видео говорила ловите сегодняшний момент осени и ныряйте себя в неизвестное будущее и не сильно чтобы засасывала ваше прошлое но вопреки всему тому что я сейчас сказала я хочу все-таки немножечко сегодня пообщаться и повспоминать прошлое это моменты когда я была в пенерском лагере была я со своим братом у которого сейчас живу ему тогда было шесть лет а мне было я не знаю десять наверное и где-то 23 года подряд нас туда отдавали на два месяца то есть это две смены было потому что на потому что наши родители его мама моего брата мама двоюродного моего двоюродного брата мама и моя мама это родные сестры вот они частенечко семьями уезжали путешествовать на машинах меня не брали потому что я очень сильно укачивалась сильно прямо до болезненных таких состояний что я просто не могла даже уже в машине сидеть поэтому до сих пор я органически не перевариваю запах бензина ну и сейчас как ни странно я не укачиваюсь когда я за рулем если я сижу сзади это в зависимости от того от водителя как он будет ездить на сколько будет тормозить мини надо что было в машине жарко очень чуть-чуть равно присутствует вот этот у меня состояние укачивания так вот вот по этой причине меня не брали сергея моего двоюродного брата не брали потому что чтобы я одна не было так и чтобы я одна не было в пионерском лагере как бы двоем веселее потом так интересно еще было в пенерском лагере я была под фамилией моего брата то есть он как бы считался мой родной моим родным братом потому что на бесплатные путевки делал его папа мой дядя и нельзя было делать как бы племянницы да и он говорил что у него двое детей на самом деле действительно у него было двое детей только у него два сына было но он записал меня тоже как свою дочку и меня отправляли вместе с моим братом меня десятилетию с моим шестилетним братом отправляли в пионерский лагерь города одесса на 16 станции большого фонтана назывался он юный связист потому что мой дядя работал в институте связи он по-моему был личным водителем ректора вот так вот было все у нас интересно вспоминаю лагерь я скажу так было пару моментов где я не скажу что у меня была какая-то там первая любовь что мне было 10 лет до потом на следующий год в 11 я была и потом последний мой год когда мне было 12 лет все я больше не помню чтобы я что я там была никаких у меня там не было таких влюбленности на зато было такое что в меня там влюбился мальчик расскажу так интересную историю такую мальчик меня влюбился и я ни на него не обращал внимания я даже и не видел что он собой там представляет ну короче говоря я даже не знал об этом ну что но и о чем о чем речь и девочки тогда пока конечно мне по моему было уже 12 лет так нет наверно тогда мне было до 12 лет но я помню как-то с каким-то мальчиком я там ну как но не то что дружила господа не сидели мы на тех скамеечках ну разговаривали о чем понятия не имею о чем ну и как бы наверно он мне нравился но я помню одно что разонравился он мне тогда когда он каким-то образом нечаянно неправильно видимо как-то упал и поломал руку и вот он с поломанной рукой перестал мне нравиться все я его разлюбила я бы я бы так сказала вот так вот у меня интересно было и очень видимо он очень страдал он был старше меня он был в первом отряде первый отряд это у нас были самые старшие то которым девчонкам которым было по 14 лет и мальчишкам это переходный такой возраст там такие одесские дудочки были я же жила под одессой я в измаиле жила поэтому я немножко все таки от них отличалась я немножко была такая все таки забитая а там такие одесситки были что мама не горюй им по 15 по 14 лет а там такие женщины уже ходили что в ух мама дорогая и как-то помню меня вызывают две таких дамы наши которые их кстати все боялись они такие были как бандерши они меня как-то зовут столько много желудей прелесть они меня как-то зовут и говорят значит если ты не хочешь проблем я не знаю точно примерно так они говорили или нет но я вам смысл передаю если ты не хочешь чтобы у тебя были типа проблемы чтобы у тебя было все хорошо ты нормально до отдыхала нашу смену то вот тут есть мальчик один который тебя очень любит ты ему очень нравишься и и он очень многим девочкам нравится но сказал что он не хочет ни с кем мы с ним поговорили он наш друг он не хочет не с ни с кем встречаться он сказал что он любит тебя вот и ему нравишься и все он страдает он и кухне кушает потому что ты перестала с ним общаться ты перестала с ним встречаться а он находится сейчас изоляторе помните вот эти медпункты у нас назывались они изолятор если ты находишься там заболел или еще что-то значит так если ты к нему не пойдешь что у тебя будет очень проблемы конечно я испугалась подходит мне 11 12-летней девочки и 15-летние такие дылочки я же еще забитый такой ребеночек была это сейчас я уже такая матерая тетка стала ну я прихожу к нему потому что я же понимаешь у меня заставили а и они мне еще сказали попробуй только ему хоть слово скажи что мы с тобой разговаривали ты к нему приходишь как ни в чем не бывало но мне пришлось приходить к нему в изолятор потому что он с поломанной рукой был иногда он был в изоляторе видимо на перевязках его видимо просили там или оставляли там его на день на два не знаю я помню что приходила к нему вот в эту палату в медпункте вот такая история где потом мне приходилось так вот насильно с ним и до конца смены типа дружить ну а потом закончилась смена и мы все разлетались что мне запомнили запомнилось в этих лагерях во первых я терпеть не могла утреннюю зарядку это катастрофически мне не нравилось это был конечно ужас это я не не любила очень любила играть пионербол мы играли не в баскетбол а именно в пионербол очень любила конечно когда было открытие сезона и закрытие сезона до помните это пионерский костер он выстраивался очень огромный было очень много всяких представлений очень много было разных представлений это конечно я смутно но я это все помню кружков у нас очень много у нас было в пионерлагере всяких кружков я помню азбуку морза у нас ходили потом какие-то шахматы потом спектакли я помню мы делали разыгрывали там какие-то сценки не буду вспоминать дальше потому что остальное я не помню потом конечно мы ждали все дискотеку это одно из самых такое было ожидаемое и впечатляемое такое воспоминание утренние и вечерние вот я не буду не помню были ли у нас утренние линейки но вот эти вечерние линейки у нас были когда мы становились отряд равняй стройся на вожатого равняйся там и директор или старший вожатый назывался тогда пионерлагеря он говорил например планы на день я не помню или вечером подытоживали мы планы на день а потом например после вечерние линейки у нас была дискотека потом я помню как мы мазали мальчишек зубной пастой потом помню что я помню что я помню помню как от меня почему-то все девчонки отворачивались никто со мной не дружил я была как серая утка я помню даже мне девочки сказали что тебя не любят в отряде потому что ты красивая боже мой я помню не один раз такое сказали я почему-то считала что это даже уже недостаток я понимаю что очень много комплексов мы набираем и фобий всяких мы набираем естественно с детства и это благодаря нашим учителям естественно родителям обязательно без них никуда тоже не каждый знает как себе вести так чтобы не оставить каких-то неприятных воспоминаний впечатлений у ребенка с детства и и нас не учат быть родителями нас не учат быть бабушками делается все интуитивно поэтому очень часто учителя наверное психологию проходит правда учителя могли бы быть чуть чуть получше родители я так думаю в плане психологическом таком но у нас же школы тоже очень подавляли детей обесценивали обзывали оскорбляли очень многие учителя мстили детям за их индивидуальность за то что они отстаивают свое мнение у меня такая фигня была тоже вот что мне еще такое хотелось бы вспомнить с моего детства давайте тогда я еще расскажу один случай как мое детство же проходило еще на слободке не только здесь в одессе на 16 в пенеры лагере а еще и на слободке я получила первый опыт езды на велосипеде меня научили ездить на велосипеде на слободке на слободке в одессе была моя первая сигарета меня мой брат двоюродные друзья меня учили курить это было мне лет 15 наверное моя первая любовь и поцелуй где когда я целовалась у меня вообще мозг выносился у меня в голове до такой степени кружилась что я не понимала на каком свете я нахожусь потом от этих впечатлений я помню не могла отойти вот этих ощущений очень долго просто от поцелуев можете представить хотя больше на больше мы и настолько все было без настолько невинно все это были наши отношения вот эти между мальчиками девочки были абсолютно невинные и лишь говорю за поцелуй потом в голове обмусоливался наверно у меня вот очень я была влюблена в этого мальчика не могла дождаться следующего лета опять приехать и тогда же не было ни телефонов ничего письма я ему не писала потому что у него своя жизнь была выборы скоро и люди сходят с ума сервис и рвутся до власти не знаю каким макаром уже туда лезть знаете как во все щели лезут не дают покоя не себе на выходные не людям так вот что еще я помню как мы на слободке когда в дядя и тетя моей спали например нас двухэтажный двухэтажный дом у них но сейчас серёжа живет в этом доме живет они там спали тетя дядя спит мы ночью со всей своей моголой что мы делали мы где-то там дяди воровали самогон и я даже не знаю по моему я я брала потому что серёжа боялся все-таки это его родители я такая была более шустрая мне как бы даже не мои родители я помню я брала маленькую бутылочку самогона и приносила мальчишкам и они выпивали там я не знаю по рюмочке больше нет больше мы боялись всего этого это так все было по взрослому типа мы такие взрослые потом я помню мы спускались потом я помню мы спускались на первый этаж тихонечко тихонечко на первый этаж спускали заходили в комнату мы там закрывались что мы там делали мы играли в карты мы всю ночь играли в карты это это для нас было что-то такое феерическое вы понимаете прийти ночью в дом залезть как бы в комнату все тихо рядом не за человек пять шесть семь нас было мы там играли в карты и так чтобы свет не включали чтобы не знали чтобы не дай боже не увидели не проснулись и не увидели родители моей тети дяди а моего брата родители так что мы еще делали сейчас вам еще расскажу ой хотел еще что-то вспомнить до вспомнила что мы еще делали у нас у одного соседа мы тоже тихонечко открывали ворота но я говорю мы это я просто присутствовала почему я была в этой компании где были одни мальчишки одна девчонка и под защитой потому что мой брат со мной был а это его друзья были и этот один из его друзей открывал ворота и выгонял машину это волга была можете представить на то время это мне было например 14 15 лет а я шестьдесят седьмого года и посчитайте и было волга то вы что этот мальчишка 15-летний даже по моему я была там старше всех выгонял машину и мы на ней ездили я помню села проехалась только один квартальчик такой они хотели дальше ехать но я я же говорю я я трусиха и поэтому я сказала не 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 ребят я выхожу вы там идите катайтесь ну и они пошли покатались пока они не врезались какое-то дерево так дальше что еще такое вам рассказать интересное детство как такового у меня в моем городе с моими родителями не было потому что мне родители очень строгие у меня воспоминания детские никакие поднимание моей мамы что у меня счастливое детство абсолютно не соответствует с моим пониманием моего детства поэтому все было в строгости все было в жестких таких рамках меня держали скажу так что воспоминаний у меня больше конечно это когда я проводила детство с братом поэтому мы с ним очень близки поэтому нас очень все это тянет друг другу потому что мы выросли вместе но и естественно мы достаточно одинаково смотрим на жизнь и это нас учение другу тянет и мы ответственные мы трудоголики мы на одной волне и вот эти вещи как бы у нас помимо такой кровной связи естественно есть уважение друг другу и я там к нему прислушаюсь он ко мне прислушается мы не позволяем хамить например там как-то выяснять что-то что-то там высказывать я например живу у него сейчас три месяца до естественно он хозяин дома и естественно надо уважать его порядке и не вообще его как хозяина не как это перегибать палку и не пользоваться тем что ты и сестра и тебе все удозволено и все можно и делайте хочешь как своим собственном доме нет я я понимаю на какой я территории и стараюсь конечно чтобы не было дискомфортно и так чтобы их режим который у них есть он относительно не нарушался меня отдельная комната есть я сама себе предназначена вот и ну что у них отдельная комната очень большой дом и нас достаточно площади для нас троих да и для двоих котов и еще для пуделя вот что такое вам еще ну вот так немножко рассказала я про детство если немножко так вот вы чтобы сравнили вы мое детство с родителями да то это было так гулять не не всегда выпускали я старалась гулять если меня уже выпустили как собачонку гулять то я гуляла до последнего домой не заходила какая бы я не была голодная голодная ты гуляешь всегда потому что знаете как на свежем воздухе бегаешь прыгаешь время проходит быстро и через там три-четыре часа ты уже хочешь кушать но никогда в жизни не пойдешь домой потому что если ты придешь домой кушать у тебя оставят а так мама вроде как за тебе не вспоминает конечно на любили мы играть и в казака разбойника любили играть в резиночке в городке бомбинтон помню очень любили играть продавца мороженого когда мы брали песок где-то заливали его водой чтобы это было шоколадное мороженое чтобы его можно было как бы стаканчики так с этой лопаточкой знаете как находили мы какие-то такие стаканчики как колпачки от лака для волос знаете вот такой я не знаю где мы это все находили но у нас были весы ставили мы кирпичи деревяшку находили у нас гири были тоже куски кирпича и вот так вот мы играли продавали овощи буряк картошку вот такое все придумывали потом у нас то время еще я помню были очень много было таких животных как хомячки и очень многих у нас были хомячки вот так мы трехлитровый будет ли брали этих хомячков и выпускали их на травку было очень жалко когда у кого-то хомячок убегал мы даже уже не могли найти тогда еще трава высокой это еще можно как-то уловить а когда травка была мелкая вы знаете было очень жалко хомяки были нас красивые были и розовенькие были беленькие были черненькие пушистенькие мохнатенькие это конечно было вообще прелесть потом уже у меня хомяки были тогда когда у меня дети были маленькие хомячат было столько что мама дорогая я же говорю у меня было даже такой один раз было 20 с лишним хомячат и прямо руками их брала высыпала и в банку и мой сын отдавал в зоомагазин на продажу маленьких таких и я говорю на остальные деньги купить себе что хочешь мандарин купи я не знаю почему-то мандарина и он привел принес это не знаю три-четыре килограмма мандарин по моему а вот вот смотрите вот я не знаю как не здесь перейти дорогу чтоб не попасть под машину а вот будешь переход вот я думаю что там это думаю что там наверно дорогу к морю попробую пойти вот так что вам еще что вам еще сказать такое интересное а у меня еще очень долго в моем детстве это было уже не жили там море он да вот переход я не хочу буду именно на переходе переходить что здесь я не доверяю что здесь били на переходе человека насмерть месяц назад я очень бы счастлива если там будет море так вот у меня было не во дворе собака у нас было ее звали булька я не знаю каким образом она попала к нам во двор я за папыным гаражом но папа был гараж в дворе я за папыным гаражом ей за папыным гаражом ей мы построили будку как мы эту будку утепляли мы воровали коврики помните было такое когда да сейчас есть в украине везде возле домов коврички такие вытирать ножки и эти коврики были как кусочек например коврика старого какие-то старые штаны и какие-то старые 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 спортивные кофты их так вот сворачивали и ставили возле двери ты вытираешь ножки и заходишь короче мы ночью приходили в заходили вернее в подъезд поднимались на самый верхний этаж мы почему-то воровали коврики верхних этажей но днем мы ходили еще и проверяли эти коврики как где хорошие чтобы теплые были в общем таким вот образом мы обустраивали будку нашей собаки потом были такие именно не тряпки были даже куски ковриков а куски ковриков мы специально брали чтобы эти куски ковриков ложить сверху как бы обложить со всех сторон будку чтоб она типа теплая была но ей наверно тепло было но когда у нас она бедненькая беременела то к сожалению большому сожалению я помню как-то один раз я пришла она уже была беременна и мы знали что она вот-вот должна родить и к большому сожалению мы пришли как-то щенки все замерзли представляете у нее там было 4 щенка и 4 щенка все замерзли и тогда еще помню было 10 градусов мороза это на ночью родила и не замерзли вы представляете это конечно было было очень горестно на мне я помню мы этих щенков надо же было вытащить она же за ними типа за ними как бы она ухаживает хочет жить типа их кормить они деревянные замерзли но и в общем я вам скажу так сейчас опять перейду мы взяли этих щенков она бежит за нами мы выбросили их в мусор в мусорный бак вот что дети тогда могу сделать что мы могли как-то хранить что ли еще на 10 градусов мороза и она помню возле этого мусорного бака бедненькая так долго туда ходила так сидела гавкала на него вот это я очень помню потом такая еще была интересная вещь мы боялись чтобы нашу собаку не забрали с собачники помните это до машины такая собачника въехала ездила по утрам они всегда ездили за по 6 утра и с утра и совком таким как бабочек ловит так собака ловили мы очень боялись чтобы не забрали нашу бульку поняли я помню мы даже ездили ветеринару мы сделали и паспорт если например я заберу то мы поедем вот в этот собачник и покажем паспорт и скажем что вы забрали нашу собаку потом мы на санках помню зимой на санках и увезли потом для того чтобы нагадить этим собачником мы находили где-то гвозди и специально рассыпали гвозди как их и въезжать наш двор у нас такие фрущевки были о это такая прелесть мы такие придумывали схемы потом деревяшки такие брали и набивали эти гвозди чтобы они пробили и не смогли потом выехать или еще надо в общем комедия мышь стратегия стратегии у нас были такие военные прямо действия там по защите по защите животных поняли вот так вот так что еще вам рассказать это то что я вот вспоминаю сразу вот я еще играла в детстве в такую игру учительницу то есть я набирала в макулатуру вы знаете да мы все собирали макулатуру металлолом я не помню а макулатуру я собирала очень и очень ящим короче говоря собирая макулатуру я набирала очень много тетрадок было такие тетрадки знаете первые два листа были заполнены остальные листы чистые в таких тетрадок набирала огромное количество брала какие-то там журналы. Типа я учительница и в журналах всё это заполнять. И потом, короче говоря, я, а, да, типа я диктую диктант, и я специально делала ошибки. Потом через время я их проверяла. То есть был у меня урок английского, ой, был у меня урок украинского, потом русского, потом, я не помню, по поводу математики было или нет, но русский однозначно у меня был. Я помню, у меня было типа по 12 учеников. Ну и я типа да, и было у меня, например, три класса, знаете, и по 12 тетради я их собирала, потом я их проверяла. У меня была красная паста. В общем, я боюсь, что я никуда не пойду и не пройду там, потому что потому что не пройду. Сейчас посмотрим. А нет, вроде пройду. вот так, что учительницу еще играла, проверяла тетрадки, ставила оценки, ставила итоговые, как у нас были, помните, потом четвертные. Ну, в общем, все было, собрание родителей, как вспомню. Так, что еще? Очень много писем я писала. Очень много, потому что тогда не было телефонов, смс-ок, мы никто никому ничего не писал. Было очень... Я писала, переписывала с девочкой, тоже, кстати, она жила недалеко от моего брата. Сейчас, как ни странно, мы не общаемся. Вот, почему? Потому что я как-то пришла, ее как-то сильно, даже дружелюбный ее муж меня встретил. Сказал, ой, Аллочка, привет, ппп, ппп, с тех пор все, с тех пор меня никто уже никуда домой не приглашает. Мне, честно говоря, ее муж срался аж 10 раз. Ну, окей. Вот я сейчас приближаюсь к морю, опять мы с вами у моря, потому что делать видео в Одессе и не быть на море, я вас уже не один раз сюда привожу. Это, это, значит, не стопроцентное побывание на родине, именно в Одессе морской город, понимаете, на берегу моря. Как это не быть, извините меня, на море, находясь, особенно находясь три месяца. Вот. Это, конечно, дикий пляж. Здесь в основном строятся дачи, я так понимаю, вот видите. Вот, это дикий пляж такой, и я думаю, что я сейчас посижу на море и опять сделаю вам какое-то видео. Посмотрите, какая прелесть. Смотрите, какая прелесть, видите. Сюда приходить загорать навряд ли. Ну, а так оставить машину и провести какое-то время на берегу моря, где мало людей, это, конечно, прелесть. Сразу вам скажу, что здесь отвратительный берег, потому что здесь камни. Мы приходили на вот эту шестнадцатую станцию фонтана, мы приходили сюда жарить мидии. Ловили здесь мидии, отрывали их от камней и потом их разводили костер и жарили. Они так раз и открывались. Ну, вот так вот приятненько и классненько. Ну, ну что, давайте я вот на этой красоте закончу свои воспоминания о детстве. То, что у меня очень сразу всплыло в моих воспоминаниях, я с вами поделилась, и я думаю, что вам было интересно послушать, и может быть, что-то такое общее из нашего детства у вас было тоже. эти игры, ухаживание за собачками, эти пионерские лагеря и первые поцелуи сигареты и всё остальное. У каждого своё, да? Ну, и, наверное, я закончу видео тем, что большое и огромное воспоминание у меня осталось. Это студенческие годы, это обучение в политехническом институте. Пять лет я проучилась в политехии. Два года опыта проживания в общежитии. и на третьем курсе уже вышла замуж, и я жила в одной из комнат у моей тёти на Слободке. Опять в этом же доме, где я и сейчас живу. То есть, я там жила с моим сыном, с мужем, мы там начинали жить, где-то годик я там пожила, и потом, а потом у меня муж начал работать, и сына я уже на последнем курсе отдала свекрови, она была с ним, и я периодически приезжала уже в Измаил, а сын мой был со свекровью. Ей огромное спасибо, она мне очень тогда помогала, я была мелкая, молодая, этому этого всего не ценила, но что мы ценим вообще по молодости? Ничего не ценим. Точно так же, кстати, и свекрови, когда встречают своих невесток молоденьких, как потом, когда эти невестушки временем проверяются, и оказывается, этих свекровий сын с невесткой лучше себя ведет по жизни, и более такой, знаете, разумный, живя в семье, чем когда без, а потом тоже невесточка целится, потом и невестушка ценится, или знаете, как они сильно возмущаются первой невестке, радуются какой-то второй, но они совсем бывают иногда радуют, не совсем бывает вторая невестка лучше первой, и тоже первая потом ценится, я говорю, все познается сравнение, так что я тоже пожила в Америке, и теперь считала, что где-то лучше, ну не в плане жизни, я могу сказать только в плане медицины, что где-то вот самое-самое лучшее, вот у нас тут вообще никто, нужно куда-то уезжать, ну я не буду исключать, конечно, Израиль, например, может быть и Германию еще, но в Америку я бы никогда не поехала и не советовала никому лечиться, ну и потому что я живу в Америке, поэтому я говорю, что сравнивая это все, я начала ценить то, что не ценилось и в частности наших врачей, хирургов, специалистов во всех областях, ну что мои дорогушечки, давайте, то я все забредаю, забредаю, захватывая еще какие-то темы и давайте на этой красоте я немножко в конце помолчу, просто посмотрите и мы заканчиваем эту тему до следующих тем, до следующих видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok